Всех приветствую на своем канале. Я сегодня получила в первую в жизни коробочку красоты. Вот она. Ну, с другой стороны, мой адрес, поэтому... Хотя, в принципе... Не знаю, вот как-то так, короче. Послала на мое имя мне ее, моя подписчица Ирина, которая уже, наверное, четвертую посылку мне. Ну, третью точно. Если считать посылкой то, что она мне привезла огромный пакет со всякими подарками на встречу в реале, то, я думаю, это четвертая уже посылка. В общем, заказывала на себе и мне по коробочке красоты. Первые получаю, первые вообще вижу, как это выглядит в реале. Когда-то хотела себе заказать, но что-то тогда не было доставки в наш город, и как-то было проблематично, я забила. И вообще забыла, что они существуют. Вообще, я видела обзор у Сиси Шмидт на какую-то первую или вторую часть, или обе, я уже точно не помню, на тоже какую-то коробочку красоты. Это у нас эко-бокс. Посылка. Сейчас я ее вскрою, и вместе с вами узнаем, что тут такое. Снимаю я сейчас на поне, так сказать, полки с чаем, ибо в одном месте у меня слегка бардак, на кровати у меня слегка куча всяких мешочков с травой, ибо я все еще наконец-то делаю этот чертов сбор. Ну, на самом деле, хороший, очень положительный, нормальный сбор, но он у меня сегодня столько времени отнял, там еще осталось 4 составляющих, ну, в общем, мне пришлось куда-нибудь вылезти на улицу. Точнее, подписчица написала в личку ВКонтакте, что вот уже посылка как бы ждет на месте выдачи, и пошла я уже за посылкой. Как бы заодно мозги проветрить. L-box.co, точнее, L-box.co. Тут заклеено так. Отправилось оно, самый прикол, с начала 8 декабря они это отправили, но, в общем, 4 дня оно шло на почту Москвы, и 12-го только все-таки от почты совсем отправилось. Ты не знаешь, как ее вскрывать для меня. Тут ножик жила. Мучаюсь, мучаюсь. Вообще не пойму как. У меня вообще вечно проблема со вскрытием. Во, я нашла тут одну штуку, которую можно вскрыть. Да, я такая пряя тут села рядом с букетиком цветочков, которые мне на работе подарили позавчера. Внезапно так. Даже такая вредная пряя специально вот так. Сижу тут с букетиком цветочков, как бы намекая, вот у меня тут цветочки, смотрите на красоту. Ну, в результате, по-моему, я вскрываю эту коробочку примерно как Сиси Шмидт. Хотя, возможно, она как-то более меняемо ее вскрывала. Вот, я ее, походу дела, частично вскрыла. И в коробочке у нас еще коробочка. Не получилось у меня нормально вскрыть это счастье. Никакого мусора больше нет. И вот у нас такая коробочка L-Box. Вообще, что-то знакомое такое. Вот сама вот эта L-Box. Leptid Grand чего-то там. С золотенькими буковками на сером фоне написано. А вот тут у нас... Во! Вообще, люблю такой цвет. Они, конечно, не знали, что я его люблю, но они угадали. Раньше на клубнике, если что-то заказываешь, всегда это все было обвернуто, по-моему, сиреневой бумажечкой и сиреневой ленточкой. Банчик мы развязали. Тут у нас какая-то, видать, не знаю, что это такое, открытка, не открытка. Твой бьюти-блог L-Box. Мечтаешь стать актором и вести свою личную колонку о красоте? Тогда проект L-Box, твой бьюти-блог, создан специально для вас. А, мечтаете? А я что-то сделала на ты. Каждый месяц в твоем бьюти-блоге новые напоминания. Участвуй в игровой коробочке красоты, а также другие подарки в обществе по ссылке. L-Box.co.beauty.club Ой, тут какие-то фигнюшки еще. Я только сейчас поняла, счикнула и думаю, что это такое. В общем, там какие-то блестяшки были. Ну, так как я не знаю, как она должна выглядеть вообще, ну, может, это так и должно быть. Тут у нас они рекламируют кофе-оригинал чего-то там. И о лаборатории, скраб для лица и тела, что это, как использовать цена. Натура Сибири, Кашамбудя, всех типов фало, что это, как использовать цена. Потом Альфарма эфирное масло мандарина. Кстати, вот не надо какое-нибудь цитрусовое масло, потому что у меня совершенно закончилось, остались все какие-то не цитрусовые масла. Масло для лица и тела роза, что это, как использовать цена. Мастерская Олеси Мустаевой. Смягчающий, заживляющий крем-донок, что это, как использовать цена. Так, и что у нас тут? А у нас тут, как бы показать-то, опять блестяшка свалилась. А у нас тут вот тут. Или в этой бумажке значилось то, что мне сюда послали. Видимо, да. Вот этот крем-донок, правда, у него крышечка как-то очень прибалтывается. И блестяшка у меня упала на пол. И блестяшка фиолетовая. Короче говоря, крем-донок смягчающий, заживляющий, 45 мл. С желтой блестяшкой. Вот, так я как раз попробую. У меня, конечно, там есть какой-то крем-донок от Фаберлик. Я его что-то все пока не вскрою. Попробую этот. И если вам интересно, мякните в комменты, я потом отдельный обзор создам. Он, кстати, он зафольгирован. Хоть и крышечка не до конца закручена, и так это слегка болталось. И опять на нем какая-то блестяшка. Вот, наверное, который тут у нас был, в мастерской Олеси. Так, какая-то фигнюшка. А это у нас во всех этих таких блестяшках, которые липнут, хоть я их чекиваю, они все равно липнут. Сделано, кстати, 5 мая 2016 года и до мая 2019 года. Это у нас как раз «Натура Сиберика». Сертифицированный органический шампунь для всех типов Олеси. 99% натуральных ингредиентов, объем и уход. Ну, он такой вот этот, вот так, открывается. Удобно, короче, открывается. Зелененький он был. Прям как кузнечик. Так. Это у нас «Мицеллярный раствор для снятия макияжа с лица и глаз». С макияжем для глаз я не юзаюсь, но помаду с губ вполне себе можно. Так. Бескрасительный и от душа. 95% чего-то там. Так как там очень мелко написано, я не могу сказать, чего там. «Еолаборатория». «Возьми с собой в дорогу самолет, машину, поезд, автобус или какой-нибудь катер 50 мл. До сентября 2018 года, 12 месяцев после вскрытия». Вот так открывается. А вот чего. Видимо, это типа, если вам понравилась вот эта штука, то потом возьмите себе полноценную. Только я, правда, тут что-то не вижу вот эту штуку, которая на бумажке должна быть. Ну, как-то так. Так, у нас тут масло для лица и тела. Роза. Слушайте, я-то думала, они просто тут на бумажке написали, что у них такое бывает, типа это есть. К Хани, если я правильно прочитала. Шикарно, как масло для лица и тела розы. 10 мл. Паще. Масло для лица и тела роза. Что у нас в составе-то? Угу, угу. Натуральные компоненты Масло для лица и тела розы. Так. Светлый и радостный аромат один из лучших для детей и пожилых людей. Повышает продуктивность интеллекта. Масло рекомендуется для защиты кожи в холодное время. Тонизирует, увлажняет, освежает, витаминизирует кожу. Снижает последствия дефицита солнца и тепла. Отлично. Сделать так. Сроком оно у нас до, видимо, 0,6-го, 2018-го. Или сделано на 0,6-го. Вот сейчас непонятно, короче, как. Срок, где у него срок? Срок, срок, срок. Не совсем по-русски. А вот где по-русски? Ее по-русски. Вообще, я помню, мне его первый раз, я с ним познакомилась. Мне моя однокласска привезла из Москвы, сказала, что если чуть-чуть капнуть на голову, если голова болит, то не при мигрении, то оно помогает. А вот срок годности 3 года сделан он все-таки это 16-й год. В общем, не мог же он быть сделан через год, который еще не наступил. В июне 16-го года он сделан, 17-й, 17-й, 19-й. Ну, нормально. Успею. Кстати, мне что-то хочется его даже вскрыть. Что у нас там со временем-то? А, еще есть время говорения. Вот такое масло. Вы уж меня простите, но у меня такая мигрень с середины дня. И капнула мне чуть больше куда-то. Ай, кайф какой, мандаринчиком. Мне еще вчера знакомая приволокла, можно сказать, полкило мандаринов. У меня на кухне стоят брюдечки. Там еще инструкция по применению к этому маслу. Очень классно. Эко-бок. Бокс. Вообще, первый раз вот вижу вот именно вот такую коробочку с такими эфирными маслами. Ну, в смысле, вот это Эльфарм. Круто. Масло-то чего ж я не вскрыла, другое-то. Оно же обидится. Открываю я его в жопы. Вот такое вот оно у нас масло розы. Кстати, вот по цвету как гидролат розы. У меня там кто-то в камен так писал, какого-то гидролата розы. К сожалению, я сейчас не смогу вам делать этот гидролат розы. Конечно, его можно делать из сухих лепестков, но все-таки его лучше делать из свежесобранных. Так. Что у нас тут еще такое непонятное? Бора Плюс. Здоровая кожа. Ой, я помню, что-то давно еще с девчонкой какой-то общалась из серии ЛГБТ. Она мне советовала какой-то крем Бора Плюс. У меня тогда вечно было, да у меня часто такое, вечно искала в круглой комнате пятый угол. Я какую-то масть такую покупала Бора Плюс. Новый Бора Плюс крем по уходу за кожей без запаха. Это средство с инновационным комплексом трав, известных своими антисептическими успокаивающими свойствами. Это уникальный крем без запаха. Без запаха красный выделен на каждый, который эффективно защищает кожу от различных проблем. Идеально подходит для всей семьи. Бора Плюс это естественная защита и вход за вашей кожей каждый день. Желтая бумажка прилепилась. Да, вот он тут. Вот такой вот. сейчас мы его висе кроем. И вот тут такая малютка. 5 мл. Нормально, он сам-то по себе, сколько помню, не особо большой был. Это у нас уже раз, два, три, четыре, пять, шесть уже штучек всяких. Седьмая штучка. Что это такое? Себомед. Мыло без мыла защищает кожу с помощью витамина Е и увлажняющих аминокислот. Очищающая плитка. Мне опять куда-то блестяшка упала. Для нормальной чувствительной кожи для здоровья 5,5 PH кожи патент. Прикольно. У меня как раз сейчас нет никакого кускового мыла. Хотя у меня есть жидкие мыла. Ух ты, какое прикольное. Оно еще в этой, в какой-то пленочке. Прикиньте. Так. И там походу делает инструкция по применению. Ну ее туда как-нибудь. Видимо уже никак. Ладно. Положу рядом. еще тут походу делать что-то восьмое. А восьмое это истойка кстати вот на той бумажке рекламка, которая была. Но у меня тут все в блестках. Кофе лучшее сочетание приятного и полезного для кожи. Кофеин раскрывает потенциал, молодости способствует регенерации, выравнивает рельеф. кожи роняет несовершенства, растяжки и окна, улучшает цвет и общее состояние кожи. Скраб на основе кофе бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Краб кофе оригинал 40 грамм. 12 месяцев после вскрытия срока годности до марта 2019 года. Эко-лаборатория Россия. Блин, я чуть не оговорилась, как говорят, очепятываются. Так, натурал органик, скраб для лица и тела, кофе оригинал, экстра уход и еще что-то такое. 100% органик ингредиентов растительного происхождения. Прикольно. И внизу у нас осталось дофига этих блесточек. Это, наверное, в честь Нового года, что ли, эти блесточки? Они, главное, липнут. Прикол был это связаться и придут на работу, а с меня какая-нибудь блесточка слетает. В общем, очень классно. Спасибо, Ирке, за коробочку красоты. 8 штук. Правда, обратно они у меня уже ровно не выложились. В общем, вот такая у меня блестки, блестки. Ладно, потом подберу. Коробочка красоты. Эко-коробочка красоты. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!